МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сводка криминальных происшествий за неделю. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 114 сообщений о происшествии. Итоги очередной административной комиссии. Место парковочное здесь однозначно не предусмотрено. И дальше я зачитываю. Смоленская область вошла в межрегиональный проект «Западный фасад России». На его основе создадут информационный портал, в котором будут построены туристические маршруты и опубликованы исторические справки главных достопримечательностей региона. Проект стал еще одним шагом для развития туристического потенциала региона. Благодаря созданному порталу гости области могут узнать, какую достопримечательность посетить, где остановиться и подкрепиться. Сейчас в области для развития туризма создается необходимая инфраструктура. Строятся гостиницы, проходит масштабный ремонт дорог и реконструкция памятников культурного наследия. К примеру, ремонт Смоленской крепостной стены. Своими силами благоустроили дорогу жители садоводческих товарищей Снакукуевки. На собственные деньги люди заказали щебень и устранили многолетние ямы. Как сообща, можно решить любую проблему. Смотрите далее. Дорога вдоль дачных участков на Кукуевке, пожалуй, одна из самых обсуждаемых тем у жителей Десногорска и местных дачников. Три километра полотна сомнительного качества проверяли на прочность терпения дачников и подвеску автомобилей. Прокатиться с ветерком по Кукуевской дороге трех полей еще недавно это могли позволить себе лишь единицы. Из-за большого количества ям движение даже на минимальной скорости было весьма опасным. Но теперь проехать к своему дачному участку можно без риска для жизни. Взять ситуацию под свой контроль решили сами местные жители. Садоводческие товарищества Десна и строители смогли найти необходимую сумму пусть на небольшие, но крайне необходимые работы. Ямочный ремонт провели на всем протяжении Кукуевской дороги. Ходили и мерили каждый сантиметр работы, чтобы никакого превышения, там тарифа не было, ничего. И все по совести оплатили. Они прислали нам договор, заключили договор, подписали и оплатили стоимость работы. Работы провел подрядчик из Рославля. Тот самый, который по заказу администрации Десногорска недавно отремонтировал 1600 метров подъездной дороги в сторону Кукуевки. А это значит, что и здесь все сделано по требуемой технологии и с гарантией. Это правильное решение садоводов, так как данная территория, обслуживание, благоустройство данных территорий по законодательству лежит на плечах собственников территорий, садоводческих товариществ. Ямочный ремонт, дорожную проблему на Кукуевке, конечно, не решит. Но сделать свою жизнь чуть более комфортной и безопасной своими силами у местных жителей точно получилось. В Смоленске были приняты изменения в законе о налоговых льготах. В новой редакции документа предусмотрена отмена транспортного налога для многодетных семей Смоленщины. Инициатором таких поправок стал глава области Алексей Островский. Летом этого года губернатор провел встречу с одной из многодетных семей. Отец семейства обратился к губернатору с просьбой об отмене транспортного налога, который весьма ощутимо сказывается на бюджете семьи. Алексей Островский дал поручение проработать такую возможность. Результатом чего стал законопроект, освобождающий многодетные семьи от транспортного налога на автомобили мощностью до 150 лошадиных сил. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 114 сообщений о происшествиях. Из них 6 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 82 административных правонарушения, в том числе 67 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 11 человек. Из-за нехватки бюджетных средств Смоленской области не удается в полном объеме решать социально важные вопросы. Особое беспокойство вызывает сфера здравоохранения. Из-за нехватки узких специалистов, смоляне не всегда могут получить качественную и современную помощь. Помочь своими силами в центральной районной больнице решил Алексей Островский. Губернатор области заявил о намерении продать свою резиденцию в Гнездове и люксовый служебный автомобиль. Вырученные средства направят в больницу, в том числе на приобретение жилья для специалистов. Отмечается, что у губернатора есть и другая жилплощадь, где он и будет жить после продажи резиденции. Нарушения тишины и покоя, несоблюдения правил благоустройства. Эти и другие нарушения граждан были рассмотрены на очередном заседании административной комиссии, который состоял 10 сентября в администрации города. Подробности далее. На рассмотрение было вынесено 16 протоколов. 10 из них были составлены по факту нарушения правил благоустройства. Так, несколько заявлений касались неправильной парковки транспортных средств на придомовых территориях. Автолюбители размещали свои машины в неположенных для этого местах. За бордюрным камнем, на участках с зелеными насаждениями. На основе показаний жителей домов, а также фотографий, наглядно доказывающих нарушение закона, административная комиссия вынесла свое решение. В числе рассмотренных протоколов одно постановление было составлено по факту нарушения общепринятых норм нравственности. Оно заключалось в отправлении естественных надобностей человека в неотведенном для этого месте. Остальные пять административных дел касались нарушения тишины и спокойствия, в ночное время. Все любители пошуметь и громко послушать музыку привлечены к административной ответственности. Большинство из них с пониманием отнеслись к таким мерам наказания. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Ясна ТВ. В России решили ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения. Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос об ужесточении наказания за нарушение правил перевозки детей. Результаты должны быть предоставлены к апрелю 2020 года. Жесткий подход к дисциплине водителей, необходимое для снижения количества аварий мира. Так, в апреле Верховный суд и правительство поддержали инициативу ужесточить наказание для пьяных водителей, виновных в ДТП жертвами. Теперь в случае причинения тяжкого вреда здоровью, виновник аварии может получить в суде до 7 лет заключения, а в случае гибели человека – до 12 лет. И коротко о погоде. 13 сентября в Десногорске солнечно, температура днем плюс 21, ночью до 13 тепла. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefiz.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»